Приветствую всех, с вами Джоггер и я представляю вам свой пилотный выпуск обзора специально для канала Brain Ant. Тем кто меня не знает, коротко скажу, что я занимаюсь, как вы наверно уже догадались, обзором игр в духе старой школы видео мани. Ну а те, кто меня постоянно смотрит, уже и так все поняли. Это еще одно сотрудничество. Отвечая на второй незаданный вопрос, почему обзор на июльское DLC Кулкин Дэд я делаю только сейчас, скажу, что во-первых, тогда у меня не доходили до него руки, а во-вторых, я просто жмотился из-за несчастных 100 рублей. И как выяснилось, не зря. Но теперь реакция была уже в стиме со скидкой, да и небольшая свобода появилась, так что я, что называется, закрою летние долги. Если вы помните, а нет, так я повторю, что от оригинального первого сезона игры у меня остались довольно специфичные ощущения. Сама история мне очень понравилась, в отличие от ужасного трехсезонного шоу, которое я потом посмотрел. По ней можно было выпустить отличный сериал на игровом движке. Без управления, без каких-либо опций, просто слепить мувик, поскольку сюжет цеплял за душу при первом прохождении. А вот как адвенчура игра была... ну это не игра. Два-три действия, немного ходьбы, пара простеньких задач, квик-тайм-эвент и диалоги-диалоги. Кроме того, самой главной проблемой Walking Dead было отсутствие выбора. Хотя точнее сказать, отсутствие нелинейности. Выбор был, были его последствия, но все это было лишь мнимой видимостью. Вся игра напоминала уравнения, в котором менялись только переменные, а результат оставался без изменений. Когда я проходил игру впервые, то был по-настоящему впечатлен такими моментами. Они были действительно непростыми, потому что легкого выбора практически не было. Но когда я понял, что от моих действий вообще ничего не зависит, вся иллюзия нелинейности рухнула, как карточный домик. Смысл был в том, что если в первом эпизоде мы спасаем персонажа А вместо персонажа Б, то лишь для того, чтобы в третьем эпизоде персонаж С убил этого героя. И так вот всю игру. Мучились, принимали трудные решения в какой-то момент, а затем, по задумке авторов, такого вот чувачка все равно сливают. В DLC 400 дней происходит все то же самое, с той лишь разницей, что здесь все намного быстрее, потому что дополнение весьма и весьма короткое. Оно представляет из себя пять отдельных и, на первый взгляд, не связанных между собой историй, каждый из которых играется минут 15, после чего мы выбираем другого персонажа. Это первый упрек в сторону дополнения. Только я начал играть за зека азиата, принял решение и думал, что сейчас вот начнется самое интересное. Как игра за него закончилась, я переместился на доску с фотографиями других людей, чтобы выбрать из них следующего героя. Второй упрек в том, что выбирать вариант ответов героев совершенно не доставляет никакого удовольствия. Просто потому, что мы их знаем буквально эти самые несколько минут. В оригинале, проведя целый год в компании с Крементино и остальными, мы вжились в шкуру Ли, плюс узнали много о его прошлом. Пошел какой-никакой, но отыгрыш. Здесь же нам дают героя, которого мы впервые видим и предлагают вполне себе конкретные фразы, словно мы не первый день его знаем. Это все равно, что поменяться с кем-то незнакомым телами и вот этому человеку задают определенные вопросы, а ты один фиг правильного ответа не знаешь. Ну и третий упрек, собственно, в бесполезности вот этого выбора. На протяжении всего DLC перед каждым из персонажей встает непростая дилемма. А в финале дополнения новоиспеченной группе из наших героев предлагают отправиться в некий город, где у всех все хорошо. Я надеюсь, там не губернатор правит, ну вы поняли о чем я. Я так до конца и не понял, от чего именно зависит, согласится или нет тот или иной человек отправиться в этот чудо-город, или остаться кочевать в палатках под открытым небом. Где-то пишут, что результат пляшет только от итогов выборов каждый из глав, а кто-то говорит, что лишь от фраз произнесенных вербовщиком из этого райского места. Я склоняюсь к последнему, потому что при тех обстоятельствах, когда одни герои у меня должны были остаться в лагере, они ушли и наоборот. Но если это так, то получается, что те непростые моменты, которые де-пакто, это все, что есть хорошего в этом кропотном дополнении, они не несут в себе вообще никакого смысла. Здесь, конечно, можно сделать скидку на то, что это лишь мостик между первым и вторым сезоном, и последствия мы увидим после, уже в полноценных эпизодах. Но если и там будет такая же дурацкая система мнимого выбора, это будет совсем уж подло. Еще меня натурально вывесила, скажем так, неприкрытая каноничность историй. В некоторых эпизодах идут довольно-таки наглые намеки на исход нашего решения, мол, во всех нормальных историях выступают вот так вот, а не иначе. А потом вдвойне обидно, когда ты видишь, что твое решение потом просто подгоняют под установленный сюжет, сводя на нет всю его значимость. Также здесь почти полностью отсутствует драматическая и угнетающая атмосфера, которая была раньше. Она если и появляется, то буквально в паре моментов. В DLC нет ни той замечательной музыки, которая мне так нравилась в первом сезоне игры, ни по-настоящему цепляющих моментов. Непонятно, зачем вообще надо было выпускать такой обробок. Очевидно, что Telldale хотели занять до скучавших геймеров и срубить немного бабла, но заодно и подготовить всех к тому, что будет во втором сезоне. Хотя мне кажется, что проще было бы выпустить бесплатный комикс. В общем, я могу с уверенностью сказать, что дополнение 400 дней делали на очень скорую руку, да еще и левой ногой. Если оригинал можно было с большой натяжкой отнести к адвенчурам, то куда определить вот это, я даже не знаю. Головоломок никаких нет, взаимодействовать можем в 90% случаев только с сюжетными предметами. Остальных же штук 10, наверное, на всю игру и кроме ненужного словесного описания вы ничего не услышите касательно них. Единственное, что тут хорошо, авторы сумели худо-бедно, но свести истории персонажей воедино. Правда, в самой игре это объясняется только в отношении нескольких героев. Остальное же кроется, как ни странно, в картинках во время титров, из которых можно узнать куда как больше, чем из доброй части диалогов в игре. Короче говоря, даже 100 рублей отдавать за такое полуторачасовое божество жалко. 50 в самый раз. На этом у меня все. С вами был Джокер, специально для канала Brain Ant. Подписывайтесь на него и подписывайтесь на мой канал. Заходите туда, там много чего интересного. Как обычно, с вас лайки, комменты и репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok